Так, еще вот меня просто интересуют вопросы, есть ли еще вопросы от армянских журналистов. Да, пожалуйста, пожалуйста. Как вы оцениваете то, что азербайджанцы осквернили памятник павшим героям Великой Отечественной войны в оккупированном армянском селе Ави Таранодс в Нагорном Карабахе, в районе Аскеранг? Памятник находится на территории монастырского комплекса Святой Гайанэ. В социальных сетях разместили фото и видео. Мы исходим из того, что наша принципиальная позиция в отношении сквернения памятников хорошо известна. Любое сквернение памятников недопустимо, а уж когда речь идет о памятниках героям Великой Отечественной войны, то здесь вообще в принципе не может быть никакой иной позиции. Как вы знаете, мы не раз привлекали внимание к фактам вандализма, сноса мемориалов Второй мировой войны в различных странах мира, в том числе на пространстве Евросоюза. Мы привлекали внимание к попыткам манипуляции этими чувствительными вопросами в информационном пространстве. Я хотела бы сказать непосредственно по вашему вопросу, мы как только получили соответствующую информацию, кстати говоря, мы получили ее и от журналистов с просьбой прокомментировать, мы связались с нашими азербайджанскими коллегами, и они нас заверили, что акты вандализма, разрушения кладбища, памятников, возникнутые погибшим воином во время Великой Отечественной войны и посвященные Великой Отечественной войне, были своевременно зафиксированы с азербайджанской стороны, проводятся расследования по выявлению подобных действий, и те, кто совершают акты вандализма, привлекаются к ответственности, подобного рода действия категорически пресекаются и абсолютно не поощряются. Я не собираюсь комментировать за азербайджанскую сторону этот вопрос, но коль скоро вы мне его задали, я на него ответила, уже связавшись с коллегами из Баку. И мне кажется, вообще, если говорить в целом, нам нужно помнить одно, и в Москве, и в Баку, и в Ереване, что Великая Отечественная война и победа в ней – это достижение наших народов. И мы все вместе должны реагировать на акты или вандализма, или осквернения памятников героям тех событий. Не только в отдельных случаях, а всегда. Вы посмотрите, насколько часто я поднимаю эту тему на брифингах. Практически каждый раз, каждую неделю. То Польша, то, к сожалению, другие страны, в основном Европейского Союза, отличаются в таком негативном ключе. Я бы очень хотела, это мое искреннее желание, и не только в качестве официального представителя Министерства иностранных дел, но и просто гражданская позиция, чтобы мы не были одиноки в наших попытках противодействовать и фальсификации истории, и бороться с исквернением, с вандализмом в отношении памятника, чтобы мы были едины. И мне кажется, что любое подобное явление, жуткое явление XXI века, должно порицаться всеми государствами, чьи народы отдали свои жизни для того, чтобы у нас с вами было будущее. Поэтому давайте все вместе на этом направлении работать. На самом деле у нас взаимодействие очень неплохо. Субтитры создавал DimaTorzok